Акция «Уличный красава» проводится молодежным крылом Общероссийского народного фронта второй раз. К примеру, в 2018 году в играх участвовали почти 3,5 тысячи команд со всех регионов России. Это 35 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По словам организаторов, идея проводить такие соревнования возникла после чемпионата мира по футболу. Мы обращали внимание на то, что после чемпионата мира по футболу достаточно много ребят активно играет в футбол. Он не просто играет в футбол, а рубится в футбол. Ребята регистрировали в социальных сетях сами и начинали играть в футбол. Правило было, наверное, одно – это мяч руками не брать. В этом году акция началась с товарищеского матча между футбольным клубом «Сочи» и сборной командой «Уличный красава», в которую вошли лучшие игроки прошлогоднего сезона, представители команд, игравших и вышедших в финал. Матч был стрелищным, несмотря на неравную подготовку футболистов. Сочинцы, которые в этом сезоне будут играть в премьер-лиге, забили три мяча в ворота юных футболистов. Сборная «Уличного красавы» тоже забила гол престижа. А их тренер Валерий Газаев отметил важность спортивного наследия курорта. Это очень важно, потому что для популяризации, для пропаганды и для наследия чемпионата мира. Великолепно. Сегодня по всей стране у нас построена великолепная спортивная инфраструктура. Конечно, сегодня наш уровень футбола тоже надо поднимать до качества стадиона. Посмотрите, прекрасный стадион. Футбол активно развивается и в самом Сочи. Тысячи подростков играют во дворах. Многие занимаются в спортивных секциях. У нас всегда был огромный ажиотаж к занятиям футболом, но немножко не позволяла инфраструктура. И сегодня, когда у нас все есть, мы уже более 6 тысяч детей смогли принять в муниципальные школы, а порядка 20 тысяч людей, вообще сочинцев, занимаются регулярно футболом. По словам организаторов, акция «Уличный красава» получила постоянную прописку в Сочи и будет проходить на курорте ежегодно. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.